Как мы знаем, кролик это не только ценный мех, но и вкусное диетическое мясо. У многих всего один рецепт – кролик с луком. А у меня для вас потрясающий вкусный рецепт кролика с апельсином. Поехали! Для начала нам нужно разделать тушку на порционные куски. Кстати, если вы покупаете кролика на рынке, отдавайте предпочтение тушкам с одной неосвежованной лапкой, чтобы было видно когти и шерсть. Таким образом вы сможете понять, что это действительно кролик, а не кот. Я буду готовить это блюдо в тажине. Это марокканская посуда с конусообразной крышкой. А если у вас нет тажина, ничего страшного. Используйте любую глубокую посуду с толстым дном. Обжариваем мясо до золотистой корочки. Пока обжаривается мясо, займусь овощами. Лук и помидоры нарезаю кубиком. Обжаренные кусочки мяса вытаскиваем из тажина и перекладываем в какую-нибудь емкость. В тажину отправляем лук и обжариваем несколько минут. Обжариваю на достаточно большом огне, поэтому в этот момент лучше от плиты не отходить. Помидоры отправляем к луку. Обжариваем еще пару минут, постоянно помешивая. Теперь возвращаем обратно кусочки кролика. Вливаем горячую воду, именно горячую, чтобы не тратить время на нагрев воды. Накрываем крышкой и томим полтора-два часа на маленьком огне. По прошествии этого времени добавим цедру двух апельсинов, специи, соль, кусочки имбиря, чеснок. Вы только представьте, когда все эти вкусы и ароматы соединятся между собой, какое прекрасное блюдо у нас получится. Кстати, небольшой совет. Чтобы не думать, сколько и какие специи положить в это блюдо, вы можете использовать готовые специи для глинтвейна. Апельсины, с которых мы сняли цедру, разрежьте на дольки и уложите в блюдо кожурой вверх, чтобы они могли отдать свой сок. Накрываем крышкой и томим еще 30 минут, чтобы специи отдали свой вкус. Последний штрих – зелень кинзы. И наше блюдо готово. Посмотрите, какие краски, какие вкусы и ароматы, какой потрясающе богатый соус. Обязательно готовьте. Приятного аппетита!